снова здравствуйте друзья итак сегодня буду восстанавливать приборы на победе победа победовские часы и победовский спидометр также комплинация приборов завода они должны быть циферблаты вот эти должны быть циферблат вот это должен быть красным вот у меня уже от времени они выгорели видите более золотистый здесь вот потрескался лак видно вот сейчас будем с вами снимать часы и снимать наш спидометр дальше вот эту приборку и менять буду так как это приборка это не от победы это от погрузчика отличается они вот здесь лампочки на погрузчике зеленые на победе они красные здесь у меня зелененький и датчик температуры на победе он начинается вот здесь 110 в конце 40 на погрузчике наоборот то есть эту приборку я уже нашел скоро мне ее отправят вот весь процесс вам засниму сейчас для начала снимаю часы со спидометром отношу их домой разбираю больше всего боюсь разбирать часы потому что слышал со стрелками проблемы сложно стрелки снять не знаю попробую для начала снимают этот пластик родной синий пластик я читал то что вот такой цвет серый синим и победы шли в китай то есть у них там в китае по фэншую по моему есть я не ошибаюсь конечно там у них вот это сочетание цветов серый синим это очень благоприятно это далее спидометр вот вам должно быть видно вот он тросик сейчас отсоединим так тросик пошел спидометр расшатается далее подсветка подсветку вот они лампочки просто вытаскивать так и вторая часть и далее сам спидометр спидометр открутил по идее он уходит назад у нас ну в смысле не назад внутрь вытащить аккуратненько аккуратненько вот он он спидометр наш так гост 52 года дату выпуска пока не вижу ну не знаю дома разгляжу все тоже вытаскиваем часы вот они вот они друзья такие часы ну все друзья приборы снял далее приборы понесу домой и буду дома заниматься с этими приборами вытаскивать шкалы вот так друзья начну со спидометра нужно разобрать его и вытащить вот эту шкалу получается вот на этих зажимах держится стекло сейчас аккуратненько их отогну вот далее все смывкой старой краски обработаю то есть удалю вот эти вот все распылилась вот эту синюю краску родную и потом буду перекрашивать все стеклышко стеклышко вот это все обрабатывать буду и вот сам наш корпус значит так задача снять стрелку спидометра я должна выходить просто на себя ну и далее откручиваем наш циферблат второй болтик и вот сам наш циферблат вот такой алюминиевый даже печать вот такая есть мы уже не разберешь что на ней так вот сам спидометр в принципе достойное состояние все живое потом с одометром разобраться я хотел его обновить обновить сначала выкручивают эту головочку часы эти по моему разбирали и часы у меня в добавок не работают часы в любом случае на работе есть пошел-пошел болтик да болтик на замену в любом случае теперь вытаскиваем вот он родной цвет немножко остался прикиньте какие красивые итак друзья продолжаю заниматься с часами вчера съездил в часовую мастерскую выкрутили мне с минутной стрелки винтик вот в этом месте находится болтик под часовую отвертку своими отвертками ни одними я подлезть не мог в мастерской мне его выкрутили вот он он сам болтик теперь мне надо снять минутную стрелку почитал минутная стрелка откручивается против часовой стрелки сейчас вот здесь вот шестеренку я зажму пальцем и попытаюсь аккуратненько аккуратненько сорвать вроде вроде стрелочка пошла вот она друзья стрелочку снял вот на валу да действительно резьба есть так следующее нужно снять часовую стрелку часовая стрелка у нас просто сидит на валу с ею тоже пошатаю немножко и вот я с аккуратно без проблем снял часовую стрелочку дальше нам нужно снять циферблат вот здесь вот видите по краям родной оттенок красный очень красивый вот эти циферблаты я буду бюджетно восстанавливать не за 60 не за 40 тысяч а бюджетно так сейчас я вот эти болтики немножко брызну жидким ключом вот они и попытаюсь на отвертку у меня конечно такая уставшая лучше я вот эту вот возьму это отвертка тестер я с ней что только не делал честно говоря ну вот винтик сразу пошел и 2 сейчас попробую отлично прям часы конечно намного легче разобрались чем спидометр правильно все приходит с опытом вот и вот наши часики здесь такой механизм интерес а это просто прокладочка немножко вздулась мне их надо все помазать потому что часы не работали и так друзья из предыдущих видео вы видели что я купил вот такую приборку kp7 вот косяк этой приборки в том что разбито вот это вот стеклышко стекло также я купил новое стекло вот так вот вот так вот должно быть сейчас друзья буду менять вот это стекло разбирать приборку и вставлять новое стекло получается как она треснула я не знаю по ходу вот здесь два жима по ходу когда зажимали и треснуло даже приборка немножко сыграла в общем чуть чуть они немного они переусердствовали ну да слишком слишком друзья вот так вот разбирается приборка очень просто как говорится следи за рукой вот гос 42 года она прикольно так друзья сейчас отсюда всю пыль уберу протру приборы и буду собирать на место все нужно аккуратно вытащить вот эту часть вот какая красотища да друзья скоро у меня такой же спидометр будет с часами вытаскиваем наше стекло да обидно стекло все надписи целые все надписи целая стекло треснуто так старая стекло в сторону как сейчас последний раз протираю все вроде вот она ровно ложится еще немножко вот здесь в этом месте перекос идет из-за этого она и сыграла ставлю на место и вот эту вот панельку ну и собираем собираем нашу приборку вот аккуратненько все защелкнулось все друзья щиток приборов готов далее будем заниматься с часами и спидометром вот ну идеальный просто то что я хотел но стекло конечно жалко надписи все живые целые просто треснула из-за того чтобы был вот такой перегиб сейчас конечно тоже он есть но я уже убрал его сегодня буду делать циферблаты циферблат часов и шкала спидометра соответственно друзья вот такую вот смывку купил очень хорошая правда не везде у нас продается самое мощное можно так сказать смывать буду с помощью смывки смывку буду то есть старую краску вот это покрытие лак и краску буду удалять кредит и карточкой обычно не кредит какая-то скидочная камелотовская вот друзья в общем наливаю наливаю смывку она густая такая так дальше обязательно перчатки одеваю потому что смывка ядовитая и дальше друзья просто беру кисточку и кисточкой наношу на спидометр и на часики не знаю за за один раз снимет или нет если не снимет то повторю попытку здесь вот где белая вот это вернее слоновой кости краска надо уставшие тут скорее всего сперва снимет а сам лак и вот эти цифры мне кажется они крепко держатся да друзья смываем покрытие пятьдесят третьего года вот здесь родного немножко осталось в смысле не выгоревшие родное жалко конечно красота требует жертв на это так немножко побольше не жалею и друзья старайтесь делать это в проветриваемом помещении потому что потому что смывка неприятно пахнет и еще друзья и обязательно одевайте перчатки посмотрите друзья вот какая реакция проходит происходит вот вам не видно сдувается все сдувается вот этот вот лак здесь пока еще нет вот его друзья по часам прям вообще видно смотрите интересно как думаю камера это передаст все друзья оставляю пускай немножко смывка поработает и дальше буду стирать ее ну что прошло у нас 10 минут пробую давайте вот с этого циферблата вернее со шкалы спидометра попробуем вот друзья смотрите как хорошо снимается у нас сейчас я тряпочку принес главное не поцарапать вот эти сами шкалы потому что покрываться будет лаком если поцарапаем тогда вот эти все царапинки будут видно поэтому друзья и не спали не использую металлическую вату она здесь это ставит оставит у нас микро царапин и микро царапин обычные царапинки некрасиво будет на солнце особенно будет заметно идет это центральная вот видите верхний слой снимается не до конца сейчас второй слой думаю смывки решит эту проблему друзья покупал до этого другую смывку боди не помню 970 по моему черная такая баночка с зелеными надписями это такое г никому не советую во первых она дороже чем эта смывка во вторых она не работает от слова совсем смотрел макса шелкова вот он постоянно эту смывку использует будет лучшая смывка я не знаю где она лучше в каком месте она лучше может быть для его целей да она себя вполне оправдывает но у меня я не знаю распыл просто серой краски мы удалить не могли так все с этой шкалой все здесь поможет только второй слой так сейчас сразу нанесу грустно конечно друзья когда вот родной слой удаляешь не знаю вроде понимаю то что делаешь реставрация без этого никак не реставрация восстановление вот друзья смотрите как тоже хорошо все откроет прям супер скин так вот грустно становится сейчас будет уже что будет современный лак наклейка циферблата ну как-то уже не так душевно что так вот лампово можно сказать ну так оставлять да можно было конечно оставить но друзья не хочу во первых ранние приборы они очень красивые красные они вообще машине придают такой изыск это не передать просто во вторых ну друзья уж залез ею восстанавливать делать делать нормально делать до конца то что здесь здесь оставлю здесь потом доделаю ну я так не люблю хотя иногда бывает иногда лень меня перебарывает лень матушка все наносим смывку на часики итак друзья выждал еще 10 минут давайте попробуем попытка номер два вроде вроде вот остатки ходят сейчас попробую часы тоже все отходит всего легко отходит конечно интересное дело восстановление автомобиля залазишь практически каждый узел и даришь ему можно сказать новую жизнь больше силы я не хочу боюсь поцарапать как друзья сейчас вот салфетку возьму салфетки еще протру да хорошо тут красочка сидит конечно я не ожидал я наоборот честно говоря друзья думал то что первая она слезет потому что там видели прям сколы были большие на сама отлетала вот все ждем опять 10 минут так прошло у нас еще 10 даже 15 минут так пробуем поддается нас смоется конечно новые помучает немного так ну все друзья спидометр да в принципе готов что сделаю растворителем обезжирю его перед покраской и вот эти вот сейчас иголочкой просто их вытащу в отверстие где краска куда краска попала в принципе все нормально так так друзья все краску сняли дальше купил я друзья вот такой вот лак матиповский лак акриловый лак для тонировки фонарей красного цвета то есть красный лак и так друзья сейчас обезжириваю есть вот немножко следы клея остались растворителем я пробовал стирать не стирается даже немножко пробовал металлической ватой буду это все почистить тоже не убирать с наждачкой маленькой я боюсь то что будут царапины это все бликовать будет и в общем жесть какая-то будет сейчас попробуем нанести я не знаю здесь так наносить на расстояние 25-30 сантиметров с промежуточной сушке 3 5 35 минуты так попробую нанесу пару слоев сначала там посмотрим ну в принципе можно и 3 и 4 слоя здесь без разницы просто потемнее будут приборчики и все так все обезжириваю и крашу в лак обезжиривать буду растворителем за обезжиривание гараж надо идти холодно мне пленки так вот вроде этот клей уходит но только высыхает только высыхает растворитель и опять появляется так нам с обратной стороны приклеил двухсторонний скотч чтобы на картонку приклеить и красить ну вот покрасил первый слой нанес паскудно конечно вот но это первый слой так вот видите грянец грянец есть естественно все жду 5 минут и второй слой и дальше покажу вам результат что получилось с этого итак нанес второй слой лака до 5-5 минут пускай высыхает и дальше дальше друзья вот такая вот картина вот такой натюрморт это стрелочки стрелочке часов и стрелочке устрическим то же самое часы ветек плаком побinge ну как то так сейчас должен напала попал пару слоев сейчас пускай тоже подсохнет и еще пару слоев дам потому что вы родные они выгоревшие все по любому будет все итак все друзья покрасил по четыре слоя по четыре слоя спидометр и часы все а дальше лак застывает и Будем нагасить с вами наклейки. Дальше покажу, как делаются эти циферблаты. Итак, друзья, все, циферблат наш высох. С чего я решил начать? Решил с самого простого, как всегда. Это со спидомика, потому что здесь как бы есть отверстие вот под лампочку дальнего света. И здесь как-то более-менее проще сориентироваться. Друзья, как я это все буду делать? Вот, заказал вот такую вот наклейку. Кремового цвета, вернее цвета слоновой кости. Сделали ее на пленке оракул. Вырезали на плотере. Вот здесь, я не знаю, должно видно быть вот эти вот цифры. Они аккуратненько, аккуратненько вырезали. Друзья, не показал вам. Сам я нанес монтажную пленку, для того, чтобы было удобно прицелиться и наклеить. Сейчас, дай бог мне терпения, не пил я вроде давно. Похмелья нету, триммера тоже нету. Сейчас мне надо будет вот эти вот циферки, то есть отклеить вот эту вот пленочку. И чтобы вот эти циферки у меня остались все на монтажной пленке. А само вот это основание, соответственно, у меня уйдет. Далее, друзья, обезжириваем. Обезжиривать буду спиртом. И потихонечку носить. Ну, руки вроде не трясутся. Так, друзья, аккуратненько обезжириваю наш циферблат спидометра. Снимаем пленку. Спирт лучше закрыть, а то я тут надышусь точно не сделаю. Снимаем пленку. Так, дальше, друзья, что я хочу? Вот это отверстие совместить с отверстием на пленке. Сейчас я его вытащу сразу, чтобы у меня был как таковой прицел. Снимаем пленку. Так, друзья, как-то так наклеил. Страшно, конечно, ужас. Так, дальше. Снимаем монтажную пленочку. И аккуратно, иголочкой будем придерживать наши вот эти вот все цифры. Пленку, друзья, тоже не так срываем, а вот так вот ее чуть-чуть закатываем. Вот цифра у нас уже появляется. Мне так, конечно, прикольно. Ничего не скажешь. Здесь немножко накосячил с полосочками, но они еще не приклеились. Я их иголочкой, думаю, смогу сделать. Так. Так. Продолжение следует... Вот такой результат. Самые сложные палки поправить. И отверстие в табуре. Вот такой вот парни результат. Сейчас сниму двусторонний скотч. И вырезаю отверстие. Итак, друзья, тадам! Вот что получилось. Конечно, да, мучился после этого, честно говоря, выпить хочется. Но еще делать часы. Но не уверен, что я это сегодня буду делать. Друзья, вот такой результат. Все вырезал отверстие под атометр. Под стрелку спидометра. Вот два винтика уже вставил. И, друзья, сейчас буду ставить циферблат спидометра. Вот мой спидометр. Я его смазал здесь. Обнулил, друзья, его до нулей. Потому что хочу на победе, чтобы чисто мой пробег был. Ну вот, чисто что я на нем наездил. Итак, друзья, все, собираю. Собираю все это. Возвращаю в сад. Все, друзья, вот так вот притянул. Вполне достаточно здесь никакой вибрации, ничего у нас нет. Хотя как? Есть вибрации почему-то. Так, сейчас потом тряпочкой все аккуратненько вытру. Дальше, друзья, ставим стрелку спидометра. Да, как-то так. Все, друзья, все протер. Поставил стрелку спидометра. Вот такая вот красотища получилась, можно так сказать. Сейчас ставим стеклышко, ну и собираем наш приборчик. Итак, друзья, начинаю заниматься с часами. С часами намного сложнее, потому что на спидометре хотя бы было отверстие под дальний свет, был вырез под одометр, и здесь как-то было, как-то немного удобнее было прицелиться. Вот, сейчас, друзья, делаю то же самое. Обезжирил уже циферблат. Дальше наша наклеечка. Сейчас снимаю пленку и попытаюсь нанести ее. Так, и дальше вот здесь вот я себе подметки поставил, где 6, где 12, чтобы нечаянно не скосить, не закосить. Так, вот так вот посильнее, друзья, прижимаем, разглаживаем все. Такая потрясающая радость такая, типа уже сделано. Итак, друзья, вот такой вот вид получился у циферблата. Все отлично, да, немножко где-то покоцал я его. Ну, а так, в принципе, хэштег приемлемый. Конечно, можно было сделать и лучше, но вот этот вариант меня вполне устраивает. Это не 20 тысяч за часы, конечно. Так, друзья, все, ставим циферблат на место. Часы я разбирал, друзья, смазывал, потому что они у меня не работали. Сейчас часы работают, все с ними отлично. Так, одеваем циферблат. Так, и дальше закрепляем его. Блин, как часовой мастер, блин. Так, друзья, потом все вытру, чтобы отпечатков пальцев не осталось. Потом, чтобы никто не знал, кто это делал. Так, друзья, по механизму март 1953 года. Дальше буду устанавливать стрелки. Для начала, часовую. Она просто у нас вставляется и, как это сказать, защёлкивается, можно так сказать. Так. Стрелочки тоже покрасил, вот такой вид, друзья. Так, и минутную стрелочку. Минутная стрелочка накручивается у нас. Вон, часы даже затикали. Наверное, вам слышно. Минутная стрелка закручивается. И, друзья, фиксируется она винтом. Минутная стрелка. Минутная стрелка. Итак, друзья, на улице у нас уже весна Закончил я с приборами Что получилось, друзья, с часами? Сама механика в часах, она работает А вот электрическая часть Часы у меня не взводятся То есть выстреливает предохранитель И что с ними, я не знаю, вроде все смазывал Контактики чистил Не знаю, друзья, буду искать новый механизм В него поставлю вот этот циферблат свой И уже собирать Вот такое, друзья, получилось видео Видео бюджетного восстановления приборов на ГАЗ-М20 Победы Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Всем здоровья, всем удачи, всем пока